парни всем привет меня зовут алексей вы на канале про стрелков сегодня снимем видосик значит такой сравнительный тест нескольких хронографов в том числе нам интересна новинка значит это хронограф называется он буллет сикер вот поставляется вот в таком пакетике давай поближе снимем значит в таком пакетике странная упаковка немножко учитывая стоимость этого прибора у нас где я сейчас его покажу у нас для для тестов будет лабрадар вот у нас будет магнитоспид и вот он наш буллет сикер выглядит он вот так в чем его прелесть ну работает он по принципу доплеровского радара в чем его большой плюс в том что он устанавливается на собственно говоря цевьё на квадрел самое главное иметь под это планочку дополнительную вот он у нас всегда смотрит по направлению стрельбы мы предварительно естественно уже работали с этим хронографом и его работа нас устраивает он очень корректно меряет практически не глючит но сейчас под камеру постреляем посмотрим какие показания будет считывать собственно говоря лабрадар магнитоспид и значит и вот этот буллет сикер стрелять будем с винтовки 338 а потом я отдельно покажу как его настраивать работает он через приложение но это немножко позже будет давайте бахнем еще разок магнитоспид вернее лабрадар не сработал я надеюсь сейчас работает 837 230 слушай знаешь что я неправильно сделал 837 835 да у нас сейчас не сработал буллет сикер потому что значит в чем фишка он же коннектится по по блютузу да и у меня по блютузу работают тоже часы они подключены к телефону и нельзя чтобы какие-то приборы помимо этого хронографа были подключены к телефону поэтому он сейчас не сработал я сейчас часы отключил сейчас проверим еще раз выстрел 828 828 827 на магнитоспиде 827 еще раз 823 827 822 и 4 820 до 800 820 на магнитоспиде выстрел 820 820 820 буллет сикер 819 магнитоспид вот но сейчас значит это смотрите что получается ну совершенно четко он показывает у нас разница там пляшет 1-2 метра да вот мы сейчас немножко там остынем да еще сделаем одну группу для статистики еще раз посмотрим как все работает вот 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 по ходу пьесы про термозависимость пороха 1.19 в закрытом тире, в котором температура была 20 градусов у меня на этой навеске скорость была 830 метров, сейчас 820 вот соответственно получается, что на 10 метров скорость упала ну, нормально прогнозируемо достаточно в общем, остываем и еще одну сейчас серию жахнем я готов выстрел посмотри, что там 823 820 823 выстрел выстрел все равно справа Андрюх, пришло на 4 часа. Проверил, тоже попалил. Ещё раз. Так. Продолжаем мучить буллет сикер. Выстрел. Над ней, да? 832, 832, магнитоспид не вижу. Почему скорость опять подросла? Ну давай сейчас выстрел. Андрюх, наблюдаешь? Куда-то с краю пришло, да? Давай ещё раз. Выстрел. Гоняем буллет сикер дальше. Пока вообще вопросов никаких нет. Вот мы тут 10, сколько там? 10-15 выстрелов сделали. Всё чётко. Стреляем. Выстрел. Вот я не сказал. У меня был выключен звук на телефоне. Он, вы сейчас слышали, да? Он дублирует ещё голосом. На русском языке причём. И мы можем вообще не отвлекаться, чтобы не смотреть на хронограф, если это нужно, да? И просто голосом дублирует нашу скорость. Андрюх, куда пришло? Вертикаль отлично, ноль. Горизонт на 3 часа ровно, полгабарита. Три часа, полгабарита. Ветер стих, что ли? Выстрел. Так, давай дальше наводись, Андрюх, на тысячу. Так, ну давай. Выстрел. Парни, по буллетситеру ещё немножко скажем, пока сели погреться в машину. Значит, вот так вот поближе снимем. Вот так он выглядит. А вот на моей ладони он совершенно небольшой прибор на быстросъёме. Значит, гнездо под зарядку, встроенный аккумулятор, у него есть одна кнопка. Всего лишь одна кнопка. Сейчас я её нажму. Загорается синий цвет. Сейчас покажу, как это выглядит на приложении. Вот оно приложение M4. Значит, вот так мы сейчас попробуем законнектиться. Пробуем законнектиться. Вот он законнектился. У нас на приборе зелёный цвет. Индикация зелёная. И в приложении на смартфоне у нас зелёная индикация. Это значит, что прибор готов к работе. Собственно говоря. Что ещё? Вот так выглядит само приложение. У нас здесь идут серии выстрелов. Мы их можем посмотреть. Значит, если мы перейдём вот в такие настроечки. Мы можем тут звук добавить. Bluetooth обязательно у нас должен быть включен. Если мы зайдём в профайл, то мы можем создать сколько угодно профайлов. Вот. Сколько угодно профайлов. То есть мы можем их добавить. Добавить, добавить, добавить до бесконечности. Также здесь можно серии удалять. Какие-то глючные выстрелы удалить. Чтобы не портить статистику средних значений каких-то. В общем, вот так он выглядит. Здесь, кстати, показан, я думаю, будет видно, наверное, показан уровень заряда батареи 64%. Это при том, что он целый день с нами на открытом воздухе в достаточно некомфортных морозных условиях. Вот. Так что вот такая вот штуковина. Значит, смотрите какой момент, парни. Приложение сейчас для андроидов вы можете скачать в любой момент. Оно уже оттестировано и, в принципе, готово к скачиванию и к использованию. Приложение для айфонов, то есть для iOS, находится сейчас у разработчика еще в режиме тестирования. Они его допиливают. Но вот у меня iPhone телефон. И это приложение, оно тоже доступно. Просто оно скачивается там по отдельной ссылочке. Но производитель данного девайса обещает то, что как только они допилят до конца это приложение, оттестируют его, оно также появится просто в общем доступе там на всяких этих самых там в App Store, допустим. Вот. А еще раз крупным планом M4. M4. Вот так выглядит это приложение. М4. Ну вот, собственно, наверное, и все, что я хотел сейчас вам сказать. Отстреляли мы вот этот прибор, который называется Bullet Seeker, если я правильно читаю. Давайте в двух словах своими впечатлениями поделюсь. Значит, первый момент, ну вы видели, у нас был Labradar. Второй прибор для сравнения был MagnetoSpeed. И, собственно говоря, сам наш герой сегодняшнего видео. У нас очень положительные впечатления о этом девайсе. Вы все видели сами. В принципе, измеряют они приблизительно одинаково. Были промеры, когда они идут ноздря в ноздрю. Просто ноль погрешности, да. Были промеры, когда они идут там с погрешностью один-два метра в секунду. Но я лично считаю, что это ни о чем. Если у вас другое мнение, напишите в комментариях. Поправьте меня. Вот. Значит, что еще? Из его плюсов. Из его плюсов он у нас автономен. В каком плане? Нет источников питания. Здесь аккумулятор, который заряжается от USB-шки. USB-C. Значит, работает достаточно долго. Мы вот сегодня весь день на морозе стреляем. И ничего, он живой. Как бы все с ним хорошо. Устанавливается, значит, на цевьё винтовки, на квадрейл. Или так ставится, или так. Ему вообще без разницы, как стоять. Хоть снизу, сверху, сбоку. Разницы никакой нет. Работает через приложение. Вы видели. Идет дубляж голосом на русском языке. Я считаю, что это тоже такая прикольная фишка. Чтобы не отвлекаться. Ну, как бы ты слышишь сразу показания прибора. Значит, ну, из минусов, наверное, это не поставить прибор на винтовку, на которой нет планки Пикатинни дополнительной. Да, то есть отсутствует квадрейл какой-то. Отсутствует возможность монтажа планки Пикатинни. Ну, его никак не поставить. Срабатывает, значит, прибор от 200 метров в секунду от скорости боеприпаса. Если ниже 200 метров в секунду, он не будет работать. Что ещё не сказал? Что забыл-то? Что забыл? Вроде бы всё сказал. Вот этот тестовый прибор мы уже гоняем достаточно долгое время. Значит, порядка, наверное, двух недель. Ну, практически он не глючит. Вот сегодня ни одного глюка не было. Всё, все промеры снимает корректно. Мы даже это не под камеру делали, ставили на, значит, на 5,45. Телефон был от прибора, там, наверное, метров десять находился. И он спокойно нам голосом говорил скорость, которая получалась при промере. В общем, я считаю, что это очень достойный конкурент текущим двум основным приборам на рынке. И, значит, считывание скорости. Это лабрадары магнитоспид. Пока ещё вот этот девайс не очень известен и не очень популярен. Ну, просто потому что он только недавно появился на рынке как продукт. Вот. Но, мне кажется, он займёт своё достойное место. Посмотрим, погоняем. Ещё рано сделать какие-то выводы, значит, такие прям грандиозные какие-то. Но первое впечатление очень приятное. Из плюсов забыл сказать, что работали с этим прибором в закрытых тирах в узких. И вы знаете, что лабрадар в закрытых тирах глючит. Очень часто он глючит. Этот работает корректно. Этот работает очень корректно. Не пробовали ещё его с банкой. Кстати, такой интересный момент тоже будет. Поставить банку и посмотреть, как он будет считывать с банкой. Потому что лабрадар, вы знаете, он капризничает. Вот. А так, в общем и целом, ну, как бы вы на видео всё видели сами. Уже темнеет. Нам тут пора закругляться немножко. Вот. Так что, друзья. Чехия. Буллит. Сикер. Это делается в Европе. Для нас пока загадка. Там конкретная страна производства. Догадываемся, что Чехия. Из минусов упаковка. Прибор приходит вот в таком пакете. Ну, я считаю, что, значит, здесь у нас там мешочек. Туда-сюда. Ну, короче, вот какая-то это шляпа. Я считаю, что прибор в таком ценовом диапазоне, а в Европе он стоит 900 евро с копейками. Ну, могли бы заморочиться каким-то кейсом, хотя бы какой-то коробкой, а не пупырчатый пакет. Ну, это вот, может я капризничаю, вы меня поправьте, свое мнение напишите. Вот. Можно было бы сделать человечую какую-то коробочку, упаковку в виде, наверное, пластикового кейса. Было бы прикольно. Вот. Такое видео, парни, пора закругляться. Спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Надолго не прощаемся. Будьте здоровы!